Друзья, всем привет! Последний раз со своим брокерским счетом я работал 1 июля 2021 года. В четверг прошла ровно неделя. Сегодня у нас четверг, 8 июля 2021 года. Уже 18 недель я на регулярной основе. Поначалу это было раз в месяц, на текущий момент раз в неделю. Я стараюсь пополнить брокерский счет и приобрести акции интересных мне компаний. Всю свою работу с брокерским счетом я фиксирую на видео. Такой формат работы мне интересен. Думаю, вам, моим зрителям, такой формат нравится. Сегодня по традиции со своим брокерским счетом буду работать так же, как и в предыдущие недели. Будет пополнение счета в долларах, обзор полученных за неделю дивидендов, покупка акций 4 компаний, плюс аналитика по портфелю. Свой портфель акций я веду в Google таблице. Ссылку на нее вы можете найти в описании к этому видео на YouTube. В случае необходимости вы всегда можете сделать копию данной таблицы, зайдя во вкладку файл, создать копию и отредактировать ее под себя. В социальной сети Pulse у меня есть аккаунт, в котором я иногда публикую посты. Как мы видим, 6 дней назад был пост об итогах 17 недель с момента начала моей работы на фондовом рынке. 7 дней назад подводил итоги полученных дивидендов, 8 дней назад отчет о завершении 16 недель работы с фондовым рынком и так далее. На мой аккаунт уже подписались 110 подписчиков. Буду рад, если и вы к ним присоединитесь. Найти меня в пульсе можно по логину Ермоленко Игорь26 вместо пробелов нижние подчеркивания. Давайте сравним доходность по портфелю за последние пару недель. Смотрите, неделю назад, 1 июля 2021 года, доходность по портфелю была зафиксирована в размере 3,38% или в абсолютных числах 194 доллара 13 центов. Как мы видим, на текущий момент доходность по портфелю составляет 1,77% или в абсолютных числах 101 доллара 78 центов. Две недели назад, 24 июня 2021 года, доходность по портфелю была зафиксирована в размере 2,29% или в абсолютных числах 129 долларов 15 центов. Как мы видим, на рынке наблюдается коррекция, прекрасная возможность приобрести акции качественных компаний по хорошим скидкам, чем мы сегодня и займемся. За прошедшую неделю были получены дивиденды по 5 компаниям. 2 июля пришли дивиденды по компании Expeditors в размере 52 центов. 6 июля пришли дивиденды от компании Prudential Financial в размере 1 доллара 4 центов. 7 июля пришли дивиденды от компании Coca-Cola в размере 38 центов. И 8 июля пришли дивиденды от двух компаний. Это Average 49 центов и компания WF 44 цента. Данные суммы уже за минусом 10% налога Соединенных Штатов Америки. Из них мне нужно будет по итогам 2021 года заплатить еще 3% налог в Российскую Федерацию. На текущий момент на долларовом брокерском счету у меня находится 9 долларов 54 цента. Этого количества долларов мне не хватит для покупки запланированных акций. Поэтому будем докупать доллары. Нажимаем купить. Количество лотов указываем 180. Комиссия за сделку. Купить. Доллары США куплены на брокерский счет. Теперь в наличии имеется 189 долларов 54 цента. Данной суммы должно хватить на запланированные покупки. Как уже говорил в начале видео. На рынке наблюдается коррекция. И у трех компаний из моего портфеля. Мы наблюдаем снижение цены акций на 9 и более процентов. Согласно моим правилам работы с дивидендным портфелем. Покупаю акции я либо один раз в месяц. Либо один раз в неделю. Либо докупаю при минус 10 процентах от средней стоимости. Так как у меня в наличии по одной акции этих трех компаний. То получается цена скорректировалась примерно на минус 10 процентов от первоначальной стоимости покупки. Компанию Walgreen Boots Alliance я покупал 1 апреля. По цене 54 доллара 33 цента. 21 июня были получены первые дивиденды по данной бумаге в размере 42 центов. Сейчас акции торгуются по цене 46 долларов 72 цента. Что на 14,06 процента ниже от моей первоначальной цены покупки. Фундаментальные важные для меня показатели компании не изменились. Компания также на протяжении 45 лет последовательно на ежегодной основе увеличивает свои дивиденды. Текущая дивидендная доходность на 54 процента выше среднего показателя за последние 5 лет. Это указывает на то, что акции могут быть недооценены. Поэтому переходим в Тинькофф. Нажимаем купить. Выбираем счет списания. Брокерский. Долларовый счет. На котором 189 долларов. Количество лотов указываем 1. Комиссия за сделку. Купить. Успешная покупка. Копируем цену покупки. В ячейке моя стоимость перед первоначальной ценой покупки ставим знак равно. Далее плюс. Текущая стоимость покупки. Меняем запятую на точку. Количество акций 2. Теперь изменение от средней цены покупки акций составляет 7,52%. Акцию компании People's United Financial я также покупал 1 апреля по цене 17 долларов 87 центов. 21 мая были получены первые дивиденды в размере 16 центов. Сейчас акции торгуются по цене 16 долларов 14 центов. Что на 9,68% ниже от моей первоначальной стоимости покупки. Важные фундаментальные показатели не изменились. Стаж последовательных ежегодных увеличений составляет 28 лет. Совсем недавно было очередное повышение дивидендов. Текущая дивидендная доходность на 9% больше среднего 5-летнего значения данного показателя. Это говорит о том, что сегодня акции могут быть оценены в разумных пределах. Поэтому переходим в теньков, нажимаем купить, счет списания выбираем долларовый, брокерский. Количество лотов ставим 1, комиссия за сделку, купить. Успешная покупка, копируем цену покупки. В ячейке моя стоимость перед первоначальной ценой ставим знак равно. Плюс текущая стоимость покупки, заменяем запятую на точку. Количество акций 2. Изменение от средней цены покупки теперь составляет 5,32%. Акцию компании Tyson Foods я приобрел 13 мая 2021 года. По цене 80 долларов 57 центов. 23 июня были получены первые дивиденды в размере 40 центов. Сейчас бумага торгуется по цене 72 доллара 52 цента, что на 10,14% ниже от моей цены покупки. Фундаментальные показатели не изменились. Стаж ежегодных увеличений дивидендов составляет 8 лет, а стаж выплат дивидендов без снижения составляет 29 лет. Текущая дивидендная доходность на 31% выше среднего показателя за 5 лет. Это указывает на то, что сейчас может быть разумное время для инвестиций. Поэтому переходим в теньков. Нажимаем купить. Количество лотов ставим 1. Комиссия за сделку. Купить. Успешная покупка. Копируем цену покупки. В ячейке «Моя стоимость» перед первоначальной стоимостью ставим знак «Равно». Плюс текущая стоимость. Меняем запятую на точку. Количество акций 2. Изменение от средней стоимости акций теперь составляет 5,10%. Последняя компания, акцию которой я сегодня хочу приобрести, называется «Essential Utilities Inc». Это новичок моего портфеля. Является коммунальной компанией, которая поставляет воду частным потребителям, а также коммерческим, промышленным и государственным предприятиям. Компания предлагает услуги по водоочистке и водоподготовке для потребителей северо-восточных, юго-восточных регионов и на среднем западе США. Стаж ежегодных последовательных увеличений дивидендов составляет 29 лет. Стаж выплат дивидендов без снижения составляет 30 лет. 4 июля 2021 года, то есть буквально 4 дня назад, руководство компании приняло решение об очередном увеличении дивидендов. Они были увеличены на 7%. За последние 5 лет в среднем на 7% в год росли дивиденды. За последние 20 лет в среднем на 8% в год росли дивидендные выплаты. Согласно графику платежей, уже в сентябре владельцы акций данной компании, в том числе и я, начнут получать увеличенные размеры дивидендов. Текущая дивидендная доходность на 3% ниже среднего значения данного показателя за 5 лет. Это говорит о том, что на сегодня акции могут быть оценены в разумных пределах. Переходим в теньков, нажимаем купить, счет списания выбираем долларовый, брокерский, количество лотов ставим 1, комиссия за сделку, купить. Успешная покупка, копируем цену покупки, в ячейке моя стоимость, фиксируем цену покупки, меняем запятую на точку, количество акций ставим 1. Все запланированные на сегодня покупки я успел сделать до 12.00 в четверг 8 июля. Что-то припозднился сегодня. Во вкладке «Доллары» я фиксирую все свои покупки долларов. Внес информацию за 8 июля 2021 года. До текущей покупки средняя стоимость купленных мною долларов составляла 74 рубля 26 копеек. После текущей покупки средняя стоимость покупки моих долларов увеличилась до 74 рубля 28 копеек. Во вкладке «Активы» мы видим, что мои активы на 99,91% состоят из акций, валюта составляет 0,09%. Тинькофф мне рекомендует увеличить долю облигаций в моем портфеле. Спасибо, но нет. Во вкладке «Компания» мы видим, что Тинькофф сообщает о наличии 79 компаний в моем портфеле. Однако мы с вами знаем, что 79 компанией являются денежные средства. По факту же в моем портфеле акций находятся 78 компаний. Цель не менее 100 компаний в портфеле. Тройка лидеров по размеру актива в моем портфеле состоит из следующих компаний. На первом месте Tor Industries с долей 3,60%. На втором месте Avalon Bay с долей 3,58%. На третьем месте General Dynamics с долей 3,12%. Тройка аутсайдеров по стоимости актива в моем портфеле состоит из следующих компаний. На первом месте это Telephone and Data Systems с долей 0,37%. На втором месте Western Union с долей 0,38%. На третьем месте Flowers Foods с долей 0,39%. Во вкладке отрасли мы видим, что представлены все отрасли, которые знает Тиньков. Все так же Тиньковская система рекомендует мне увеличить долю в финансовом секторе. И никак не хочет замечать, что сектор телекоммуникаций требует увеличения. Странно и непонятно. Во вкладке валюта мы видим, что 100% это доллары в рублях по нулям. Стоимость портфеля медленно, но уверенно идет в рост. Неделя за неделей. Статистика движения средств следующая. Доходность около 83 долларов. Начислены дивиденды в размере 14 долларов 4 центов. Оборот составляет почти 11 600 долларов. Пополнение 5 947 долларов. Вывод был в размере 22 центов. Диверсификацию по портфелю я предпочитаю смотреть непосредственно в своей Google таблице. Справа от основной таблицы имеются несколько диаграмм, которые показывают разбивку по секторам экономики. На текущий момент мы видим, что львиная доля дивидендов поступает из сектора коммунальных услуг. Доля данного сектора составляет 23,7%. На втором месте находится сектор товаров первой необходимости с долей 15,5%. На третьем и четвертом местах находятся финансовый сектор и сектор недвижимости. У обоих секторов занимаемая доля составляет 8,09%. В идеале доля каждого сектора экономики должна составлять около 9%. К чему и будем стремиться в будущем. Тикер сегодняшнего новичка в портфеле я хочу перекрасить в желтый цвет. А также тикеры старичков портфеля, акции которых я сегодня докупил, также хочу перекрасить в желтый цвет. А вот теперь можно отсортировать по изменениям от средней стоимости и узнать, какие же места займут данные компании в списке по скидкам. Как мы видим, Walgreens Boots Alliance переместился с первого места на пятое. People United Financial со второго места переместился на одиннадцатое место. Tyson Foods с третьего места на двенадцатое место. Ну а новичок портфеля занял 26-ю строчку. Претендентами на покупку следующей недели являются Portland General Electric, Western Union, HB Fuller Co. Стоимости акций данных компаний на текущий момент скорректировались более чем на 8% от моей первоначальной цены покупки. Если перешагнуть рубеж в 10%, то буду их докупать. Во вкладке дивиденды я веду учет всех полученных дивидендов. Продублирую информацию, сказанную в начале данного видео. За июль месяц уже были получены дивиденды от 5 компаний на сумму 2 доллара 76 центов. Эта цифра уже очищена от налогов США и РФ. Справа от основной таблицы имеется график динамика роста дивидендов помесячно. Прошла только первая неделя июля, а полученные фактически дивиденды уже больше половины от максимально доходного месяца до мая 2021 года. За май было получено 5 долларов 15 центов. Июль обещает перегнать майское значение. Посмотрим, как будет по факту. Во вкладке прогресс целей я фиксирую скорость достижения поставленных целей. Внес информацию за 8 июля 2021 года. Прошло уже 18 недель с начала работы на фондовом рынке. Стоимость счета составляет 6030 долларов. Давайте проверим. Как мы видим, стоимость в долларах скорректировалась на 2 доллара. Хорошо. Внесем правку. Нолик меняем на двойку. Цель на 10 лет в размере 200 тысяч долларов достигнута на 3,02%. Цель на 1 год в размере 20 тысяч долларов на брокерском счету достигнута на 30,16%. Прогресс развития брокерского счета по сравнению с прошлой неделей составляет 1,58%. Размер годовых дивидендов при текущем состоянии портфеля увеличился на 5,5 долларов по сравнению с прошлой неделей. И составляет сейчас 171 доллар 20 центов. Это можно проверить, если мы зайдем во вкладку портфель. Выделим столбец S. Общие дивиденды. Видим, что сумма всех дивидендов равняется 171 доллару 20 центам. Если годовые дивиденды поделить на 12 месяцев, получается, что при текущем состоянии портфеля он генерирует в месяц 14 долларов 27 центов. Что на 3,32% больше значения прошлой недели. Если же рассматривать месячные дивиденды в рублях, то на текущий момент при текущем курсе, который установил Центральный Банк Российской Федерации, мои месячные дивиденды равняются 1057 рублям. Что на 5,22% больше значения прошлой недели. То есть моя дивидендная пенсия за неделю выросла на 53 рубля. Наблюдается прогресс. Меня это радует. Стоимость счета вновь чуть-чуть скорректировалась. Составляет 6031 доллар и 99 центов. Интересно, перевалит за 32? Вернется в то значение? Нет. Снизилась на 20 центов. Хорошо. Давайте зафиксируем текущую стоимость 6031 доллар и будем прощаться потихоньку. Если вам понравилось видео, ставьте палец большой вверх. Подписывайтесь на канал. Жмите кнопку колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Напишите комментарий, что вы думаете об информации, показанной и озвученной в этом видео. Интересно будет узнать ваше мнение. Я желаю вам удачных инвестиций и приятных накоплений. На этом все. Всем пока. До скорых встреч. Аривидерчи.